Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами сегодня работает ученый-агроном Ломонос Петр. О чем пойдет речь? Сегодня мы разберемся о соседстве в подвалах. Что с чем можно хранить, а что нельзя? Почему этот вопрос как бы интересен, и многие читатели его задают? Потому что одно дело, когда у вас есть большой-большой погреб на даче, вы можете все спокойно разместить. Другое дело, когда где-то в городе есть небольшой погреб, небольшая кладовочка такая, где хочется собрать все, все, что вы вырастили, все дары природы, собрать в одно место и положить. А вообще, далее это можно делать. Давайте мы будем разбираться. Ну, значит, это не такое большое секрета, что все любые и фрукты, и овощи при созревании выделяют газ и тилен. Вызывают газ и тилен, и что он дает? То все созревает и как бы начинает увядать, начинает отмирать. А это нам не всегда надо. Ну, вот приведу конкретный пример. Знаете, например, яблоки. Есть яблоки осенних сортов, яблоки зимних сортов. Яблоки осенних сортов долго не лежат. Долго не лежат, они как бы быстро портятся. Но при своем созревании они активно выделяют газ и тилен. Так вот, даже если яблоки мы положим в одном маленьком подвале на полках, даже в разных местах положим эти яблоки, тем не менее, вот эти осенние яблоки, которые будут дозревать, выделяют много и тилена. И яблоки зимних сортов станут досрочно созревать. А нам надо, чтобы они полежали как можно дальше. Поэтому в этом случае что необходимо? Яблоки осенних сортов лучше положить на балконе, где-то на балконе, лоджии положить отдельно, не ложить в подвале. Этот нюанс важен еще и в другом соседстве. Потому что если выделяется газ и тилен, в нашем подвале могут лежать корнеплоды морковки, свеклы и корнеплоды лежать, где-то на полках может лук лежать. Так вот, тилен тоже будет действовать. Они просто-напросто должны быстро портятся, загнивать. И многие недоумевают. Вроде в подвале сухо, и температура не очень такая, ну, градусов, может, 7-10 градусов. Вроде все должно лежать. А вот именно это соседство очень укорачивает жизнь зрелых яблок, очень укорачивает жизнь корнеплодов, луковиц, которые мы заложили на хранение. Конечно, если у нас есть помидоры, есть помидоры, есть перцы, которые мы хотим дозреть, так вот эти культуры, наоборот, надо положить зрелые яблоки возле зеленых помидор, зеленых перцев, они ускорят созревание. Даже открою вам такой секрет, что если есть комнатные цветы, которые они хотят свести, то есть поставить вазу со зрелыми яблоками и неделю так эти яблоки менять время от времени, это стимулирует, что уже через месяц такие упранцы начинают образовывать бутоны и зацветают. Возьмите это на вооружение. Вот далее, как вы поняли, что корнеплоды долгосрочного хранения храним отдельно. То, что выделяет газ и тилен, быстро могут дозревать, храним отдельно. Это один нюанс. Потом дальше смотрим, следующий нюанс, что можно, что нельзя хранить. Как бы, вот, смотрите, сейчас интернет послит таким, как бы, советом, дельный совет вроде бы, на самом деле это ерунда. Что вот, чтобы ваз хорошо сохранилась свекла, на свою картошку, посыпьте свеклу, вот, и она будет впитывать влагу, и она будет хорошо храниться. Увы, мой способ испробован с полностью отрицательным результатом. Свекла лежит на поверхности, она берет смарщиваться, она приходит в негодное состояние. То есть пишет уже, даже она потом, если и мочить, отмачивать ее в воде, она не хочет отмакать. Поэтому все корнеплоды, знаете, что они, вот такие корнеплоды, как и морковка, и свекла, у них тонкая кожица. Тонкая кожица, а для того, чтобы эта кожица не сохла, их надо хранить в мешках. Или полиэтиленовый мешок, ну, полиэтиленовый мешок, обязательно сделать дырки, вот, чтобы они дышали, и можно не завязывать в мешок. Или полипропиленовый мешок хранятся такие, такие как бы корнеплоды. Вот. Далее, ну, про яблоки, я в ролике вам рассказывал, что яблоки хранятся, как бы, каждый слой, переселаются газеткой, один слой и газетка, один слой и газетка, так они лежат. Вот. И потом для фруктов, значит, опять же, что, значит, очень полезно, чтобы стояла вода. Вода испаралась, повышает влажность, и, соответственно, яблоки лучше хранятся. А вот, если у вас будет лежать рядом капуста, значит, ваша капуста очень быстро покроется серой гнилью. Повышенная влажность провоцирует серую гниль. Поэтому, как бы все опытные уже дашники, кто уже хранит, значит, знают, что эти культуры нельзя хранить вместе. Поскольку их разные требования к влажности. Капуста требует более сухого, где-то 40-50% влажности, яблоки 80-90%. Поэтому, даже по этому принципу, их нельзя хранить вместе. Мы же хотим, чтобы урожай был долго в нашем столе. Точно так же, замечу, что нельзя хранить зеленые овощи. Вот собрать тоже укропчик, ту же петрушечку, тоже с яблоками зрелыми, не ложите. Потому что они очень быстро начинают увядать. И вы недоумеваете. Вроде бы, все свеженькое, собранное недавно, а все быстро портится. Потому что, опять же, это действует газоэтилена, который выделяют зрелые фрукты. Поэтому, если вы сомневаетесь, что положить, значит, старайтесь. У вас же есть все-таки лоджия. Те же помидоры можно положить под кровать, это самое. Положить картонные яшки под кровать, чтобы они дозарвались. То есть, не сваливайте в одну кучу, и все, что вы собрали, все, что вы привезли со своей дачи. Потому что, если вы все свалите, оно, говорит, придерживание начнет портиться. И вместо того, чтобы растянуть период потребления, вы, наоборот, его сокращаете. Поэтому, обращайте на эти нюансы внимание. Смотрите за соседством. Культур, которые храните. Соответственно, вы можете или ускорить созревание, как те же перцевые баклажаны, или, наоборот, удлинить жизнь, как те же корнеплоды. Поэтому желаю вам, чтобы ваши овощи хранились как можно дольше. Подписывайтесь на наш YouTube канал, смотрите. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова